Олесь, так что тяжело журналистов ваять и пестовать? Как? Что у нас там студентами? Понимаешь, когда ты свое дело любишь, то, в общем-то, легко все. То есть я открыта, я обладаю каким-то набором, наверное, знаний. Наверное, это очень маленький объем по сравнению с теми, скажем так, как с аксакалами и с теми вершинами, которые были в журналистике и в педагогике журналистики прежде. Но, тем не менее, чем-то, что-то у меня, что-то я умею, что с удовольствием передам и могу передать студентам. Пожалуйста, берите. Кто это понимает, кому это нужно, те с удовольствием берут и прекрасно себя в профессии чувствуют. А ты можешь определить, вот этот очень талантлив чертяк, а он действительно пойдет далеко? Да, да, могу, могу. Это, в общем-то, определяется достаточно быстро и по тем работам, которые ребята пишут, и по какой-то особи... Вот личность, да, сразу человек чувствуется, личность. Я вообще люблю на одном из первых занятий устроиться такое знакомство. Человек выходит, рассказывает о себе, а аудитория может задавать любые вопросы. Человек, студент, насколько он готов, так сказать, откровенно о себе говорить. То есть это никакого табу, любые вопросы звучат. И уже сразу как-то чувствуется, вот этот человек случайен, вот этот человек... Не дотянет. Сколько он не учи, но нету, нету в нем. Наша задача предложить, понимаешь? Еще раз, значит, Олеся Рудягина, преподаватель кафедры, декан, что? Нет, какой декан, ну что ты, преподаватель кафедры, старший преподаватель, старший журналистики. Я защитила... В каком университете? Магистерскую диссертацию, славянского университета, гуманитарный факультет. Защитила магистерскую диссертацию, тема Родины в произведениях русских поэтов Молдовы. Скажи, а какая самая... Вот сейчас ты получила весомую награду, я даже не знаю, как она четко называется. Маэстро на арте аллитературе. Маэстро аллитератури. Маэстро литература. А какая награда, вот из всех у тебя же были еще награды, неважно какие, но разные, правда? Вот какая для тебя была самая долгожданная, или самая такая... Не то, что сравнивать, но свои ощущения не награды сравнивать, а свое ощущение. Что большее счастье принесло тебе, другими словами? Я не могу сказать... Понимаешь, как раз их не так уж и много, этих наград, но они, на мой взгляд, заслужены и выстраданы. Неожиданной и на самом деле очень радостной было известие о том, что есть такая в России русская премия. И там, кроме присуждений первого, второго, третьего места в номинации прозы и поэзии, появился приз, который назывался «За сбережение традиции русской культуры за пределами Российской Федерации». Это специальный приз. И вот этот первый специальный приз в 2010 году получила я. Молодец! Это было очень неожиданно, приятно. И опять же, точно так же, как здесь я осмелилась и произнесла речь точно так же. И там я, конечно, сказала, что за мной многие-многие поколения людей, которые... Я с тобой восхищаюсь, Леся. Я сейчас скажу Крамову, но я действительно так думаю. Вот я смотрю на тебя и не понимаю. Ты знаешь, что хорошие стихи пишет человек, который одинок, несчастен, в каких-то безответных отношениях. Только мне хреново. Я выдаю просто вот на гора произведений, за произведением. Я пишу, я творю, я делаю. Как только у меня появляется, извини, такой замечательный кто-то рядом, всё. Закрылась моя кормушка творчества. Я уже в другом мире. Я уже занятый. Мне уже некогда. Я занята собой. Ну, ты совершенно, абсолютно права. И это действительно так. Кто тебе сказал, что я благополучный человек? Да, благополучный. Я тебя вижу. Да, перестань. Это же совершенно всё, как бы, может быть, какие-то... Кстати говоря, не только ты так думаешь, так и думаете. Вот. Но в моей жизни было достаточно и горя, и одиночества, и ужаса, и страха. Ой, не хочу. Чтоб больше ничего такого не было. Я хочу как-то умудриться, знаешь, я понимаю, почему Бог меня держит в таком подвешенном состоянии всё время. Он хочет, чтобы я творила, творила, творила. Вот мне нравится, чтобы мне тут будет даже камера, потому что тебя надо снимать отдельно. Вот чему ты всё время закадровал, это безобразие, потому что... Мы ищем волонтёра. Пусть действительно найдётся один... Это просто безобразие, что тебя в это время... Пусть найдётся один хороший человек, и с ним я снимаю. На самом деле, понимаешь, действительно, я человек верующий, я безумно благодарна Господу и за то одиночество, и за те бедствия, и за ту безответную любовь, и за то отчаяние, и за те разочарования, потому что вот всё это вкупе, оно из меня поэта сделало. Я уверена, что если бы мне с самого начала везло, вряд ли из меня получился бы поэт. Между прочим, вот был совершенно, абсолютно, совершенно классический для меня, во всяком случае, пример. Ещё в старой ассоциации русских писателей, которая образовалась в 88-м году... В 88-м году, да-да-да, в 88-м году была уникальная совершенно девочка. Она писала удивительные стихи, она всех поражала в нашем окружении. Вдруг вышла замуж, и что-то исчезла. Закончилось! Исчезла. Она жила недалеко от меня, как-то я встретила, спросила, Танечка, что у вас, где твои стихи? Она сказала, ну зачем, я счастлива. А между прочим, я тоже считаю, ты знаешь, вот для меня, вот, мне очень хочется быть бабушкой. Я готова дать все стихи, все песни, всё, что угодно, понимаешь? Вот, поэтому ты счастливый человек моими глазами, ты очень счастливый человек ваш. Каково так быть бабушкой? Ты хоть расскажи. Ой, это такое счастье! Мне очень жаль, что у меня мало времени, и я виновата. Виновата, я бы, 8 месяцев они у меня были после роддома, я их никуда не отпустила, и я отетёхала, и обучала всему, что я умела, моих молодых. Потом они ушли в мою комнату, в квартиру мамы, вот сейчас они без меня, но я просто наслаждаюсь этим парнем, и я ему говорю, где ты был? Я тебя ждала 20 лет! Где ты был? Представляю себя, как это здорово! Знаешь, вот мне хочется узнать, вот каких вопросов, какие вопросы ты сама себе задаёшь, и, может быть, только сейчас нашла ответа, а может, ещё вообще не нашла ответа. Вот сейчас какой-то очень интересный период, да, вот как-то с этой наградой совпало, вот, выход книжки. Вот она называется «Другая», и вот здесь она другая. Здесь стилистика другая, интонация совершенно другая, и я себе такая нравлюсь, понимаешь, то есть это какое-то такое понимание и приятие жизни во всём её многообразии, с её горечами, с её проколами. Меня ни в коем случае нельзя воспринимать, как, так сказать, лихо горцующую дамочку, так сказать, такую победительницу. Нет, каждая моя победа оплачена большими вложениями, и, может быть, кого-то и не устроила бы, скажем, и такой вид, как бы, и такая семья, и такой быт, как у меня, совсем, совсем никакой. Как никакой? Ты меня пугаешь. И тем не менее, все настоящие сокровища, они никак не зависят от четырёх стен. У меня может идти дождь в доме во время большого ливня, но тем не менее, вот те сокровища, которые есть, их никто не отнимет. А это люди, а это дружба. То есть я за свои, вот, 50 лет, я совершенно не боюсь, как-то женщины любят кокетничать, я никогда своего возраста не скрывала, мне 50 лет. В прошлом году я подарила городу этот праздник, я назвала свой творческий вечер «Свет в ладонях кишиню». Органном зале, Буман, да, Ли, я помню. Вот, и я страшно переживала, я с начала года начинала труситься, боже мой, надо же что-то делать. Теперь все знают. Когда я поняла, что нужно, вот, просто отдать этот праздник городу, всё выстроилось, всё стало. Теперь все знают, Олеся Рудягиной 50, но за эти 50 она успела столько, сколько другие не успевают за 200. А сейчас мы услышим действительно, что же она успела. Я попрошу, чтобы вы что-то прочитали.